Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучшей. Снова тема из теории программирования, а именно моделирование и формализация моделей. Откуда возникла идея видео? Из вопросов. Часто задают вопрос, как можно развить аналитическое мышление, как можно проанализировать задачу еще до написания кода, что вообще значит проанализировать задачу. И вот как раз построение модели и формализация этой модели, это естественная часть проектирования, которая выполняется до того, как пишется код. И сегодня мы поговорим, что и как делается для того, чтобы понять и улучшить свои скиллы разработчика. И я вообще сторонник проектирования, даже какие-то вещи, которые я делаю на ежедневной основе, я всегда документирую и делаю это на бумаге. То есть я люблю формализовать задачу еще до того, как я ее решаю. И вот в данном случае для этого видео я тоже сделал небольшую формализацию, которая помогает мне понять, что я хочу рассказать. Но, конечно, не во всех случаях это требуется. Есть простые задачи, где формализация может быть выполнена буквально в уме. То есть это какие-то элементарные вещи, которые ты должен понять до того, как приступить к задаче. В других случаях, когда задачи очень крупные, естественно, лучше что-то записать и посмотреть с разных точек зрения. Значит, теперь о самих процессах. Все начинается с получения задачи. И, слава богу, задачи мы придумывать не должны. Нам их дают менеджеры наши любимые, которые декомпозируют предметную область на необходимые составные части. И вот возникают постоянно небольшие кусочки, которые нужно реализовывать. И они реализуются в виде задач. Задачи, как правило, сформулированы в терминах бизнеса. Но бывают задачи, связанные и с техническими вопросами, и с развитием инфраструктуры и так далее. То есть предметной областью может быть наша с вами среда, программирование, окружение и так далее. И вот с позиции анализа первое, что делается в задаче, это строится модель. Если прочитать определение того, что такое модель, то это будет очень-очень похоже на определение абстракции. То есть мы выделяем какие-то сущности, которые характерны для данной задачи. И эти сущности рассматриваем как свойства, принципы и другие вещи, характеризующие нашу задачу. То есть по сути модель это построение абстракции. И в данном случае абстракция предметной области. И здесь нужно понимать, что модели бывают разные. Бывают информационные модели, бывают модели объектов, объектов реального мира и так далее. То есть модель это, в общем-то, обобщенное описание того, что мы хотим сделать. И это описание является основой для последующего написания кода. Поэтому, когда мы рассматриваем модель, существует несколько основных вещей, которые обязаны быть рассмотрены. Первое это принципы. То есть принципы это правила, по которым наша модель живет. И эти правила могут выражаться именно не в алгоритме, а именно как в законах, аксиомах и других понятиях, пришедших к нам из математики. То есть это принципы, по которым наша модель должна быть организована. Дальше, второй важный шаг построения модели это данные. Мы должны понять, с какими данными мы будем работать. И соответственно, здесь же происходит выделение структур. То есть структуры имеются в виду в данном случае не в терминах языках программирования, а в терминах теории программирования. Это списки, деревья и так далее. То есть все то, что у нас принято описывать в книгах по структурам и алгоритмам данных. Так вот, раз мы выявили данные, структуру этих данных, принципы взаимодействия, то мы должны рассмотреть сценарии. Сценарии, которые наша модель может реализовывать. И вот на самом деле сценарий, который реализует наша модель, это и есть алгоритмы. Потому что алгоритм, как мы знаем, это последовательность действий, которая приводит нас к результату. Поэтому третье, что мы рассматриваем, это алгоритмы. И вот алгоритмы, они могут быть уже выражены в сценариях поведения нашей модели. Для чего это все нужно? Это нужно для того, чтобы сформулировать идею. И если мы правильно сформулировали модель, то на этапе обобщения и общения со своими коллегами-разработчиками, мы можем свободно, не ссылаясь постоянно на код, не ссылаясь на абстракции уровня кода, объяснить, что мы хотим сделать. Если вы не можете объяснить, что вы хотите сделать, не иллюстрируя что-то с кодом, значит вы просто не построили модель. Она у вас в голове не сформировалась и, соответственно, вам будет сложно ее запрограммировать. И это одна из частых проблем, когда мы реализуем то, чего мы не понимаем. Мы как-то в коде пытаемся придумать какие-то решения, в итоге код захламляется, усложняется. Все потому, что нет ясной модели. И это очень хорошо видно на общении. Мне часто говорят в видео, почему ты так можешь четко сформулировать какие-то идеи, провести параллели и так далее. Потому что я часто делаю это и на работе. То есть для того, чтобы объяснить человеку, что ты хочешь, чтобы он сделал, нужно иметь возможность правильно объяснить и прозрачно объяснить и построить модель предметной области. Без модели вы не сможете эффективно взаимодействовать с другими разработчиками, будете постоянно ссылаться на какие-то фактические элементы реализации. И это будет только усложнять работу. Поэтому, если есть модель, то коммуникации в команде становятся проще. Если человек может сформулировать свои мысли в виде построенной модели, он может объяснить другим коллегам, чего он хочет сделать. Или чего хочет, чтобы они сделали. После того, как он понял, наш абстрактный программист понял, что он хочет сделать, следующая стадия это формализация. Вот на стадии формализации это уже ответ на вопрос, как он хочет, чтобы все было сделано. И на стадии формализации существует много разных аспектов, которые можно рассмотреть. И на самом деле в одних задачах их нужно рассматривать, а в других нет. Но давайте рассмотрим, опять же, обобщенно, что в рамках формализации решается. Значит, результатом формализации служит какая-то описанная модель. То есть модель уже описанная конкретными, например, графическими элементами, например, диаграммой UML. То есть что-то, что конкретизировано и что-то, что обрело форму. То есть если модель это что-то не очень до конца сформированное, сформулированное, то формализованная модель это всегда модель с конкретной формой, да, в виде документации, в виде схем, либо еще в каком-то другом виде, который вы можете придумать. Вот, поэтому, когда вы занимаетесь формализацией модели, существует несколько основных направлений. Первое, это, конечно, архитектурная формализация, когда вы определяете структуру. И здесь имеется в виду не структура данных, а структура это декомпозиция на компоненты, потому что с позиции модели нам, в общем-то, не важно, как мы организуем нашу модель, но с позиции уже реализации, с позиции формализованной модели нам важно, как мы в конечном итоге представим эту модель в виде файлов, в виде логических областей, в виде связи и так далее. То есть нам нужно придать конкретную структуру этой модели, которая уже будет потом реализовываться в коде. Соответственно, раз есть у нас структура, у нас есть и ограничения, и мы должны их тоже проработать. То есть мы должны на этом шаге понять, какие у нас есть ограничения, что мы будем реализовывать, чего мы не можем реализовать и так далее. Понятно, что мы можем продумать здесь и производительность, тоже важный шаг. И другие вопросы архитектуры, я сейчас не буду их рассматривать, их достаточно много. То есть у нас есть только с одними ограничениями и требованиями к архитектуре целые здоровые шаги, которые мы можем выполнять. Но идея в том, что мы рассматриваем именно формализацию с архитектурной позиции. Это первое, что мы делаем. И, собственно, польза архитектурной формализации, она, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Понятно, что если мы делаем простую какую-то задачу в уже почти готовом проекте или сформированном проекте, вот эти вещи, они там занимают практически ничего. Потому что если у нас уже есть готовая архитектура проекта, требования, то нам нужно лишь проверить, что мы не выходим за эти требования и так далее. То есть реализовать уже в готовой архитектуре. Чем раньше мы выполняем, соответственно, формализацию задач, задачи, которые выполняются на самых ранних шагах, тем они, конечно, требуют больше времени и в том числе архитектурного планирования. Кроме архитектуры есть еще технические вопросы, которые связаны конкретно с реализацией. То есть на каком языке программирование мы будем выполнять, в каком стиле. То есть мы начинаем уже думать, в каком стиле там ООП, не ООП, функциональное программирование. Какие мы будем использовать в данном случае структуры, опять же технические уже структуры, какие типы данных, какие будем использовать механизмы описания, абстракции языка программирования, то есть декораторы, не декораторы. То есть мы уже начинаем продумывать, как это может быть реализовано в коде. Хотя сам код мы еще не пишем. Значит, следующий технический вопрос это выбор фреймворков, обозначу его букву KF. То есть это тоже технический вопрос, потому что мы можем выбирать между готовым и неготовым кодом, фреймворком и, соответственно, букву KF обозначу библиотеки. Опять же, готовый код активно используется, переиспользуется. И мы как бы на этапе придумывания технического решения все это рассматриваем. Даже в маленьких задачах, когда у нас там прилетает задача, не знаю, реализовать расписание каких-то там, не знаю, прибытия поездов, уроков и так далее, мы думаем, у нас есть готовые элементы, там, таймпикеры, дейтпикеры, календари и так далее. Мы из этого всего готового должны на этапе формализации понять, что мы хотим использовать. Хотя многие формализацию вот в этой части делают уже в коде, и это нормально, потому что, как я уже сказал, не обязательно это делать отдельным шагом. Главное понимать, что вы выполняете формализацию вашей модели. И модель может быть действительно очень простая. Например, если у нас модель там рассчитать, задача рассчитать площадь прямоугольника, то, естественно, модель это просто математическая модель, это формула площади. Данные это там ширина, высота, алгоритм это нахождение произведения. Формализация здесь делается элементарно, то есть это небольшая программа на любом языке программирования. Архитектура и структурное разбиение это монолит, без модулей и так далее. То есть мы это все можем делать, что называется, за пару минут и сразу переходить к программированию. Но в сложных случаях, конечно, бывает, все это требует времени и даже формализация требует документирования. Окей, значит, выбрали архитектуры, выбрали технические решения. Еще один важный этап формализации это инфраструктурные решения. То есть инфраструктурные решения, это, понятно, база данных, операционные системы, менеджеры очередей и так далее. То есть мы, кроме того, что используем готовый технологический стек, технический стек, мы используем еще инфраструктурный стек и тоже его на данном этапе продумываем. То есть формализованная модель это уже, в общем-то, описанное решение. И на самом деле, если вы вдумаетесь, то меняя язык программирования, мы не обязаны менять все остальные решения. То есть на самом деле, каждый из этих элементов, он определяется независимо друг от друга. То есть архитектура, она не обязана быть завязана на язык программирования, хотя в некоторых случаях нам есть зависимость от, например, там выбранных фреймворков, которые уже определяют частично архитектуру и так далее. Но в большинстве случаев мы на самом деле можем это делать не очень зависимо друг от друга. Поэтому формализация, она во всех проектах, в больших, выполняется еще до написания кода, задолго до написания кода, где мы описываем решение, что называется, подробно и очень детализировано. Но даже в небольших задачах, как я уже сказал, это тоже процесс может выполняться. Вот. И дальше мы идем теперь дальше. И уже после того, как мы получили формализованную модель, мы пишем код, да. То есть мы его выражаем конкретно в коде. И с кодом у нас связаны еще несколько вещей, которые, аспектов, которые мы должны рассмотреть. Это развертывание. Ну, в случае современного программирования, это практически всегда непрерывная интеграция и развертывание. Вот. Дальше, естественно, с кодом уже связано тестирование. Вот. Потому что тестируем мы не формализованную модель, хотя для формализованной модели мы тоже можем, и сценария формализованной модели, мы можем выполнять тестирование. Но там чаще выполняется верификация, то есть проверка корректности алгоритмов и так далее. Тесты распространяются именно на код. То есть они проверяют не только алгоритм и не столько алгоритм, но и конкретную реализацию, да. То есть какие структуры данных, как реализованы, ограничения. Мы можем выполнять тестирование с позиции поиска ограниченных условий, да, и с позиции ассоциации, да. То есть выделение однотипных структур, когда мы для целого класса выделяем какой-то тест, проверяем поведение и так далее. То есть тест выполняется все-таки уже на этапе программирования, и он может выполняться по некоторым техникам до того, как мы и пишем код, а может и после, да. Есть и тест-фест, и тест-ласт, подходы и так далее. Вот. И, соответственно, непосредственно мы пишем сам код. И давайте теперь немножко поговорим о том, как это все выглядит на практике. И мне удачным примером кажется пример с редакцией. Когда я пришел работать с ангуляром, встал вопрос управления стейтом. Как управлять? Я предложил реализовать управление централизованного стейта с иммутабельностью, с управлением в виде конвейера. И, по сути, когда я писал идею, мне сказали, ну ты же сейчас описываешь редакцией, а это из мира реакта что-то такое. И вот здесь самая интересная вещь происходит. На самом деле, если мы возьмем редакцией и формализуем, даже не формализуем, а построим модель, то есть основные принципы, данные, структуры, алгоритмы, то мы поймем, что редакцией состоит из хорошо изученных, известных концепций. Да, это иммутабельность, это middleware, которая по сути является просто конвейером, это мутации, да, как бы и так далее. То есть мы можем расписать основные принципы модели, мы можем писать данные, которые там использованы. А вот когда мы занимаемся формализацией, то раз мы говорим про ангуляр, то очень хорошо и красиво там эти идеи, эта модель ложится на идею сервисов и зависимости, да, то есть на внедрение зависимостей. Вот, и когда ты берешь эти идеи и реализуешь через сервисы, многие вещи, во-первых, во фреймворке в ангуляре уже предусмотрены и не требуют реализации, которые реализовывались в ангуляре, но в ангуляре в редакции. И оказывается, что формализация этой же модели может быть выполнена с учетом использования фреймворка ангуляр совсем по-другому, но приводить к тому же самому результату, то есть централизованному управлению стейту. И когда вы можете взять готовый результат, декомпозировать его, что является формализацией идей, что является идеей, соответственно, построить модель этой идеи и, соответственно, восстановить первоначальную задачу, вот тогда вы понимаете, что на самом деле нет никакой необходимости прямо рассматривать код как конкретную реализацию. Код можно рассматривать именно как источник идей, как источник вдохновения для построения модели и формализации. Главное это уметь читать и вытаскивать из кода. Поэтому мне кажется, что люди, которые стремятся к развитию своих аналитических способностей, должны все-таки понимать, что они делают при разработке программы, где они моделируют, где они формализуют модель, а где они непосредственно кодируют. Надеюсь, в этом видео вы хоть чуть-чуть, но стали больше понимать, какие стадии есть в создании программы с позиции построения моделей и формализации этих моделей, и с позиции теории программирования. Ну а с вами был Сойер, спасибо, что слушали, до свидания.